всем привет мои дорогие ну что эйван новинки не новинки я снова вся расцарапана вот значит давайте начнем с первого аромата который меня больше всего интересовал это эйван фару вей сплинди да вот такой вот у меня есть пробничек естественно фирменный пробничек от его я этот аромат сюда нанесла он на мне где-то полчаса но ручки я уже водой сполоснула что я хочу сказать про этот аромат давайте его найдем в общем этот аромат мне понравился нанесу еще раз похож ли он на фару вей от эйван на классику на все последние фланкеры которые были на мой взгляд все таки нет очень очень по носу себя очень интересный аромат значит что заявлено ну то есть вот классика это все про ваниль такая вот сухая древесная стричковая ваниль последний вот этот сиренево-голубой тоже сильно ванильный для меня вот просто это ну вот очень похоже на классический фару вей да есть там разница лотос да по моему но раскрывается в итоге плюс-минус также то есть если вам нравится классика то вы когда закончите вот классический вы можете купить но это ну не совсем другой аромат это вот плюс-минус одно и то же дальше beyond очень мне нравится фару вей это та же самая классика только ваниль там более сладкая вот этот вариант мне очень нравится что еще фару вей который еще у меня есть амбровый специевый тот ну тоже я бы не сказала что похож на классику ну в общем вот этот не похож на классику не специевый и в общем довольно интересен что заявлено вообще аромат цветочно-восточный древесный это прям однозначно значит аккорд белого удового дерева гордыня черная слива и ваниль здесь я и сливу слышу и кстати все таки слива это не мой любимый фруктовый оттенок в парфюмерии слива для меня иногда дает какой-то гнильцой и в общем-то слива это тяжелый такой аккорд для меня но опять же смотря где и смотря как гордыню как таковую прям белый цветок вот да нет я слышу уже все таки знаете вот первые впечатления полчаса это не то все таки надо выгуливать аромат и дальше я покажу вам аромат который вообще практически по-другому раскрылся мне там через неделю тестирования и белое удовое дерево если вы знаете как звучит удовое дерево то соответственно это это дерево оно где-то даже свежее но при этом это настолько свербящая нота которая зачастую это вообще не моё которая зачастую знаете вот мне аж как-то вот подкатывает и даже подташнивает и обратите внимание что и ут и слива не мои в принципе в парфюмерии запахи но здесь аромат считывается как восточный цветочный именно фруктовых оттенках как заявлено да что это восточно-цветочно а не фруктовый цветочно-восточно-древесный да вот именно фруктовых оттенков я слышу что где-то вот это вот слива она маячит но все-таки я его не назову фруктовым он очень красивый он очень женственный он на цветочный и он нам он восточный та самая деревяшистость да вот этот вот ут он светлый и знаете так интересно они придумали просто немножечко сделали еще более свежим вот этот вот удовый потон такой звоночек знаете вот так вот он прям аж свежий сдает но при этом аромат тяжелый аромат восточный аромат женственный аромат аромат выходного дня ну него и и как бы картинка такая да и цвет и посмотрите здесь и платье и спина такая да вот прям открытая в общем мне понравилось я понимаю что есть в составе не очень любимые мной компоненты но он довольно интересен он шлейфовый он стойкий он плотный можно сказать что это тяжелый аромат но вот эта светлая удовая древесность она дает такой вот некий свежий потон учитывая что и слива это тяжесть горденья дает мягкости сладость этому аромату ваниль как таковую я честно говоря не слышу в общем меня аромат заинтересовал честно признаюсь я не знаю куплю я его или нет но вообще я раньше знаете даже я бы его раньше купила даже без аттеста почему потому что все ароматы today tomorrow always far away персив черришь я не знаю что еще то такие линейки которые мне нравились и нравятся есть то что там достойные ароматы даже если они легкие полупрозрачный то в любом случае такой аромат должен быть вы не можете постоянно пахнуть каким-то да вот восточными древесными тяжелыми еще допустим какими-нибудь пряными парфюмами в общем я думаю что если будет хорошая цена и если у меня не будет других хотелок как знаете обычно я пролистываю каталоги интернет просматриваю какие-то акции если у меня нет какой-то вот дикой хотелки здесь и сейчас а будет скидка на этот аромат а бюджет как бы мне будет позволять да но обычно как вот я накуплю парфюмов потом не начинают писать а вот там скидка вот то марина вот есть еще то то есть обычно вот все я закупилась я понимаю что вот там энную сумму денег я в месяц потратила как бы все ждем следующий месяц я так делать а вот иначе себя вообще не обуздать то есть если будет такой вариант что этот аромат будет по акции и мне дико ничего не будет хотеться то я его возьму мне флакон нравится очень интересное звучание правда конечно это эйван звучание конечно но вот эта стойкость вот этот вот вообще вот хорошая сама по себе линейка стоит взять и аромат мне нравится допустим последний вот тот же голубой лотос очень громкий и очень похож на самый первый до аромат вот смысл вот правда смысл только что знаете вы флакончик купили в такого там сиренево-голубого цвета больше смысла я от него не увидела только что для коллекции все вот этот аромат действительно хорош не похож на все что было на мой взгляд интересно сделали у меня сливы по-моему и нет кстати в парфюмерии в моей да в моей парфюмерии в общем если что то возможно я его возьму дальше дальше мы будем с вами тестировать little black dress lace мне кажется какой-то lace уже был или мне так кажется в общем вот такой вот черный флакон как его вам показать вот черный флакон вот такой вот кружевной да я его наносила на вот эту сторону здесь стойкость все-таки поменьше естественно но здесь аромат на мой взгляд вот сейчас его второй раз нанесу может быть и что-то другое уже услышу это цветочно-мыльный свежий свеженький ароматы несколько что-то прям свежак но это свежий я даже удивилась почему этот сам парфюм поместили в черный флакон потому что он довольно свежий он никакой не восточный никакой на мой взгляд не вечерний заявлен цитрус который кстати довольно хорошо я ощущаю жасмин и янтарь ох в первый раз он был красивее ох я не знаю что то ли жасмин то ли вот этот цитрус сейчас такое четкое ощущение освежитель для воздуха дешевый дешевый есть освежители именно и там лимон или как тогда называется а есть еще освежители вот эти вот бело цветочные да ох что-то мне вообще первый раз мне понравился понравился обычный простой свеженький цветочники маленький аромат и где-то да действительно есть отголосок цитруса но сейчас лично я вам честно говоря не советую хотя я тоже собирала раньше вот эту вот линеечку до little black dress все-таки это не моя линейка я не знаю для чего я собирала там несколько есть ароматов мои любимые это красное платье которое сейчас уже party это розовое платье которая конечно же у меня есть чуть-чуть храню берегу есть у меня платье в пайетках и даже дубль вполне легкая повседневная цветочная такой вот с такими фруктиками да с цитрусами вкусное простое но даже задублево и вот как-то знаете я не припомню больше есть золотое перевыпущенное платье есть белое перевыпущенное платье но это вот так вот они все какие-то для меня резкие вот слава богу у нас освежитель воздуха для туалета за 30 рублей освежитель воздуха уходит появляется у нас именно жасмин жасмин немного зелен зеленоватый слегка имеет вот эту терпкость стебля листьев тут вот терпкость зелени именно легкая припудренность легкая прилегкая еле уловимая цветочная припудренность может быть это дает янтарь я не знаю но цит это цитрус был это был такой дешевый ужасный жуткий цитрус вот он ушел и уже такая вот легкая бело цветочность но опять же по ценникам которые сейчас в каталогах а я думаю что если вы возьмете и купите аромат за 800 рублей это называется просто урвала он тихий легкий жасмин терпковатый зеленью ну я не знаю я бы подумала 500 рублей за него платить или нет вот честно в общем я не советую мне лично он мне понравился черный обычный little black dress здесь он идет в паре этот пробничка знаете просто так для себя у меня его нет когда-то было 30 когда-то давно 2007 или 2008 год я прям помню просто так знаете для себя вот сейчас освежить воспоминания и он мне пока мне раскрывается да этот аромат меня заинтересовал тогда учитывая что я любила только light blue дольче габбана москина и love love вот это вот все да в принципе все такие как моя мама говорит огуречна а вот эти морские огуречные туалетные воды но этот аромат для меня был сладкий я вот как его помню да он был для меня сладкий он был для меня вечерний женственный но я не любила сладкий ароматы а в нем была какая-то такая грань что он для меня был и сладкий и как бы ну позволительно для меня тестирую а я не знаю где где это сладость цветочный ярко-ярко цветочный ой какой красивый его что перевыпустили цикламен и ланг и ланг и снова слива но здесь кстати вот здесь сливы больше если если вот сравнивать да он очень мило цветочный для меня хотя я не знаю и ланг и ланг и является белыми цветами я даже не знаю цикламен это что ну вот бело-желто бело-цветочный хотя знаете как это это бело цветочность такая я ее определяю просто мощность и вот просто вот это вот яркое красивое цветочное звучание как плюс минус ну вообще вся группа белых цветов пахнет но здесь я конечно же не угадываю ни жасмин не какой-то там ну вот что-то такое он мне нравится ой мне нравится может мне классику заказать а он мне нравится он не сладкий как раньше я его воспринимала в нем есть такие вкусные цветы знаете на что похож 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 я недавно на вал берез нашла аромат от мэри кей он назвался джорни желтенький такой вот вот такой и такая вот колпачок такой прозрачный матовый пластик белый и и вот легкая какая-то оттенок легкий такой вот здесь есть хотя ароматы разные но вот что-то с оттуда есть но тут тоже какой-то прям насыщенно цветочный послушайте мне прям надо его выгулять и может быть мир может его перевыпустили вот напишите что вы думаете либо реально когда-то давно этот аромат просто звучал по-другому а сейчас он он не звучит ретро он как-то прям его переделали что ли слушайте а вот этот мне нравится а вот новый этот лейс я вам не советую и еще один аромат который у меня есть в полном объеме это линейка today tomorrow always это новиночка за за момент вот этот парфюм когда я первый раз на себя нанесла я его протестировала знаете я подумала а почему собственно говоря осенью и иван выпускает вот такой легкий весенний цветочный чуть ли не прохладный аромат у меня к сожалению нет нот которые заявленного но я его покупала потому что конечно же здесь моя любимая магнолия и когда я его нанесла я понимаю что здесь есть до мои любимые белые цветы но вот четко магнолию я не услышала я подумала ну просто свеженький весенний аромат прошло неделя-две ну в общем прошло какое-то время аромат как и был цветочный он так и остался цветочный у него кстати но бывает белые цветы дают какой-то фруктовый оттенок вот легкий фруктовый оттенок появился и очень такая вот фруктовая сладкая припудренность он очень нежно он очень женственный хотя он не стал более тяжелым более насыщенным более осенним для меня для меня снова какой-то весенний красивый но он настоялся у него появились какие-то новые грани и вот эти вот ароматы знаете today tomorrow always можно просто все покупать я наверное так и буду всегда впредь делать как и делала раньше и без затеста в общем вот как фокусе появляется все надо брать хочу всю линейку абсолютно все а собрать красив нежный вкусный приятный а это не пудра знаете он какой-то бархатный вот он свеже цветочный с фруктовыми легкими отголосками но я не думаю что там есть фрукты это именно вот белые цветы так так играют сладковатые белые цветы и свежие какие-то цветы и вот бархат какой-то фруктовый цветочный в общем такой легкий красивый бархатный подтон то есть это даже не пудра но если вы хотите прям такой тяжести торжественности это не про этот аромат опять же повторюсь для меня это какая-то весна он стал более фруктовым более вкусным более нежным мягким в общем не жалею что купила вот этот аромат вот видите я его купила именно опять же по фокусу без пробника просто взяла сначала так вот протестировала и не поняла думаю ну какой-то свежак прям но я не расстроилась потому что в принципе я люблю свежачки и я думаю ну и ладно а потом через неделю я еще раз нанесла еще раз нанесла и с каждым разом мне аромат все больше и больше нравится в нем какие-то грани появляются классный вот эту линейку today tomorrow always вейван можно сравнить принципе и даже с люксом с бюджетным люксом круче бюджетного люкса вот правда в общем я рада что его купила он легенький вкусненький мягенький нежненький потрясающий бело цветочный ну что у меня осталось два аромата которые мужские кому интересно я буквально две минутки я не люблю мужские ароматы от эйван давайте так вот сразу не люблю хотя у моего мужа был классический лак мужской и он его повторял два раза не два раза он у него был в полной версии но мы с ним только познакомились я говорят у него было два каких-то аромата от эйван я так удивилась я говорю где-то их взял в общем какая-то там соседка по улице какая-то женщина в общем ходила и втюхала а как ты выбирал в общем он говорит нам чего не будешь ну в общем как знаете как бывает кто распространяют как пристанут он будет просто ну вот там какая-то была скидка она говорит там надо два взять туда сюда ну вот это вот все ну в общем он будет выбери какие-нибудь два вот один который я не помню какой был мне вот больше понравился лак он с перчиком он такой вот прям интересненький древесники такой классный полный флакон он сносил а потом у нас была тридцатка тридцатку мы сами не покупали покупали машину с рук и в общем эта тридцатка была в машине ну вот уже когда мы ее привезли домой я ну пользуюсь короче вот так подарок шли пошли духи парфюмка и так в принципе я не люблю эйван парфюмерию честно говорю хотя раньше я просто тащилась по full speed оранжевым который самый первый вышел давайте я найду full speed вот этот желтый голубой еще и дальтоник поймай волну адреналина сейчас мы протестируем в принципе то линейка неплохая как очень красиво шлейфе вот этот аромат имеет больший шлейф чем у фаруэй фаруэй я даже не слышу с руки вот этот очень диффузный заполнил собой все и у меня даже вот здесь знаете вот как сейчас другие тестировать я прям его ощущаю очень-очень советую легкий но вкусный хотите купите пробничек ничего сверхъестественного не ожидать конечно от него не ждать не ожидать но он как свеженький такой он тоже должен быть мне кажется и так поехали full speed мужской новый ну или не новый ну в общем какие я нашла пробники такие будем тестировать ну вот огурчик летний свежий салат свежий кабачок свежий огурчик и заправим все пеной для бритья вот поэтому я не люблю для меня это все мыльно-рыльное все потом это в базе вообще что-то смешивается не пойми что какая-то какафония знаете вот свеженький да для молодого парня вот прям подойдет для подростка но я бы своему супругу не купила даже какой-то цитрус я здесь ощущаем мята ветивер озоновые ноты перечная мята и ветивер ну вот такой вот он свежем морской огуречный ветиверовый ну я бы не купила но от мужа не купила бы точно дальше вот эту линейку я вообще плохо знаю как она называется в общем вот так она называется вот так что здесь за мужчинка у нас нарисован такой вот он зелененький сначала давайте тестировать потом прочитаем что там заявлено какой-то я тестировала с этой линейки такой знаете бордовый такой немного такой интересный цвет он мне понравился но он не очень свежий был но как сам аромат мне я помню понравился фу о чем какие-то зеленые травы у меня не оба верх не зачесалось вообще даже у прям у прям чем дальше в лес тем тем все вонючий значит двойной ветивер понимать герань бог герань наверно такой вот эта зелень горечь что-то такое ух и вермут 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 это что это вермут 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 что-то алкогольная да наверное какое-то такое вязко терпкая фу не вот лучше вот этот но если уж выбирать то лучше вот этот этот я даже не знаю кому молодому парню но он такой своеобразный такой вот знаете он видимо решили повыпендриваться и что-то такое интересное сделать вот сделали взрослому мужчине как-то он тоже не по статусу молодому как-то туда не туда не сюда в общем мужские это все все мимо честно тихо выберите тогда что-нибудь из арифлейм на мой взгляд мужской аромат кстати я мужу ни разу не покупала арифлейм мужской аромат но я все хочу заказать нам пробнички пробнички вот этот вот темный флакон из золотой крышкой а есть серебряной крышкой вот эти вот которые ну наверное они самые дорогие из мужских и вот их их два и я все думаю какой вот ну так на тестирование когда-нибудь закажу вот интересно ну а в общем конечно же у меня нет шанель ароматов а он супруг пользуется шанель поэтому вот это я даже ему не буду давать на тестирование он зафукает однозначно все мои дорогие подводим итоги никакущий новый little black dress lace с кружавчиками подождите и на что то есть так ну вот у меня я помню где-то такое было это давно был сделан аромат просто вот он лейс называется и он с кружевами да просто его теперь сделали полностью в черную упаковку видите вот черная упаковка кружева а раньше он выглядел вот так но по-другому звучит сейчас возьму салфетку так тестируем я помню что вот это для меня был тяжелый я его воспринимала как кружева как какой-то такой знаете платье ну прям вечерняя вечерняя и мне было сложно его носить а это свежак ну прям легенький его наверное перевыпустили девочки и флакон и и внутренность просто название тоже оставили да нет можете про какой-то другой литл black dress думаю какой-то тяжелый нет этот тяжелее этот более свеженький и он уходит прям в зелень здесь белые цветы жасминчик уходит прям в зеленушечку в мыльность уходит а вот этот фу погнали да этот знаете что во что уходит в мед какие-то как будто легкие почульные нотки знаете что что вот прям кассандра вот такой вот сладость здесь конечно она не такая но вот база похоже слегка да вот понимаете вот белый флакон из 90-х кассандра вот туда вот такая сладость то есть там мед опять же почули вот такой вот сладость аж немножечко такая она терпкая что ли да в общем аромат перья выпустили я голову ломаю целые сколько-то дней думаю да лейс дому по моему уже что-то такое было да в общем если вы думаете что это тот же самый аромат это не тот аромат все я уже протестировала нет это совсем не то но вы более свежий старый папа жестче по приторни это конечно не сравнится с терри мюглер angel голубая звезда да но вот какие-то такие отголоски вот такая там сладость но только в три раза более разбавлено вот так пах вот этот аромат для меня он очень сладкий я помню что он прям вечерний тяжелый мне сложно его было носить куда-то для меня он именно знаете такой вот ну я не знаю куда платье в полу все в кружевах действительно вот такое я такое платье не ношу в жизни я на такие мероприятия не хожу куда такое платье можно было бы надеть и поэтому этот флакон у меня как-то вот ну не пошел вот а вот новый а вот этот лейс он очень свеженький вот он прям свеженький они затеяли вы я бы даже сказала вот не стоящий в принципе чтобы за него платили деньги если у вас все тяжелые ароматы и вам нужен какой-то свежак бело цветочный даже немножечко который бы вас слегка освежал в плане вот чистоты да вот там есть такая легкая мыльная нотка которая все-таки придает вам чистоту но при этом чтобы это был бело цветочный аромат то есть вы не любите какие-то акватические до парфюмы и вот вам нужен вы последние зарасходовали свеженький аромат и вам нужен парфюм на каждый день вот там на утро не знаю там ребенка в детский сад отвезти тогда этот аромат вам подойдет если вы хотите какой-то красивый там какой-то такой необыкновенный то мимо тогда мимо все в общем вот такое видео получилось длинное как всегда спасибо огромное за просмотр этого видео как всегда пишите комментарии если вам не сложно то поставьте лайк этому видео если вы не подписаны то пожалуйста подписывайтесь мне будет очень приятно всех вас жду на канале до новых встреч пока пока